Ой, утро сегодня, какое погодистое! Сейчас племянник мой проснётся, на рыбалку с ним рванём. В школу он всегда успеет. Толку с этих пятёрок. Я, он отличный был, круглый. У меня эти пятёрки стояли и лежали, и валялись, где ни попадя. Пятёрка на пятёрке. Себе-то ставить, рука ж не отвалится. Батя, помню, юморист у меня был. Что ты, говорит, сынок, одни пятёрки со школы таскаешь? Что там, выше, что ли, циферов нету? Эх, я в дуру, ума себе в дневник восьмёрок понастапил. По три штуки в одну клеточку налепил. Всю четверть налепил восьмёрками. Ну что интересно, родители меня пальцем не тронули тогда. Отец лопатой, мать ей же. Я, конечно, понимаю, что племяннику грамотность и образованность нужна. Ну, погода сегодня не школьная. Сейчас проснётся, на рыбалку с ним рванём. А учится племянник хорошо, здорово учится. Это учителя дураки. Ну, географичка пристала. Покажи мне, где Гибралтар. Вот это нормально? Откуда он знает, куда она его положила? Этот Гибралтар, его постоянно все ищут. Я, когда учился, всё искали, так и не нашли тогда. А мой племянник сейчас крайний. Двойку даже хотел за Гибралтар ему поставить. Потом передумала. После того, как я пообещал ей сарай поджечь. Зоологичка такая же дура. Пристала с вопросом. Кто такой пятиконтроп? Нормально? Месяц в мозги колупала. Задёргала пацана. Унуточку меня уже в руках не держал. Я в школу пришёл, говорю, Слышь, ты царевна жаба. Хватит пацана кровь пить. Ну всё, проникла сразу. Четвёрку поставила ему за год. Или за три даже. На топор мой глядючий. Русачка, Левтина Ивановна тоже проходу не даёт. То суфикс, то пупикс какой-то. Откуда что берётся? Я когда учился, их вообще не было нифига. Ну, может, один суфик завезут в деревню на праздник. По своим её раздербанят. Мы его и не видали. Ты если пут на учительше, ты её буквы спроси. Пацан в пятом классе только знает уже все 18 букв. Ему ещё 6 лет учиться. Он и писать их научится. Суфик, суфик. Да не брал он твой суфик. Я вообще учу, чтобы ничего чужого не брал. Если на Атасе никого. Он за суфикс кнопку ей хотел подложить на стул. Я переубедил. Никаких кнопок. Она же женщина. Клею на стул, намажь погуще и всё. Ну, прибежала она со стула на юбке приклеена. А морала как сумасшедшая. Двойку даже поставил. Потом исправила. Ну, лучше же четвёрку поставить, чем её восьмая корова домой не вернётся. Правильно? По литературе училка пришла. Ваш племянник мало читает. Да он и читает, и пишет побольше тебя. Все заборы исписал он. Вчера даже стих писнул. Солнце вышло из-за туч. Щука будет браться. Лишь бы пиво с дядькой нам так клёво не набраться. Ну, классно. По математике тоже здорово идёт. Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев. Я ему пятью пять, он мне сорок восемь. Я ему дважды два, он мне девятнадцать. Влёгкую всё. Будет, будет с него толку. Он уже час больше меня ловит. Да я ему аттестат, наверное, сам сделаю из блокнота. Да кто заметит? У меня который год же никто не замечает, что права и паспорт из календарика сделаны. Я и бюллетени всей деревни всю жизнь выписываю. И квитанции за свет об оплате. Так что сделаю аттестат настоящий. Кондовый будет. А может и диплом от института, там как пойдёт. Проснулся племяр. Ну шо, на рыбалку двинем? Чего? Учиться надо? ЕГЭ на носу? На тумбочке сто долларов видишь? Забери и отнеси своему учителю. Я договорился, будет тебе зачёт по ЕГЭ. Да аккуратнее хватай, краска ещё не обсохла. Давай, жду на речке удочки, не забудьте. Один украинец пригласил своего приятеля отдохнуть в сарай. Отдыхали двое суток, хорошо отдохнули. Один из них поднимает голову. Скажи, пожалуйста, Ты умеешь хранить тайны? Могила. Если честно, у меня есть пушка, она настоящая. Шо, серьёзно? Серьёзно не бывает. А ты умеешь хранить тайны? Старая могила. Если честно, у меня есть снаряд. Настоящий. Бронебойно-баллистический. Сотравленным кончиком. Шо, серьёзно? Серьёзно не бывает. Так, может, долбанём по Пентагону? Гениально. Жди в меня тут. Ушёл с нас рядом. Пока ходил, этот прорубил бойницу. Сунул пушку. По компасу определил, где Пентагон. То, шёл с нас рядом. Два раза ткнулся в коровью лепёшку. Наступил на грабли, дошёл. Заня, жаль! Здесь, товарищ командир! Писай, снаряд, он не лезет. Там калибр не тот. Он вообще не оттуда. Не получается? Спокойно. Это нормальная военная ситуация. Ты его руками придержи. Я его туда кувалдой убью. Осторожно, пальцы! Вообще ничего не осталось от сарая. В радиусе 500 метров. Кури научились летать вместе с козами. Эти два артиллериста упали за 15 километров от эпицентра взрыва в болото. Сидят с голым торсом по поясу. Один, как дельфин, ни бровей, ни ресни снесло всю растительницу. У другого цепь расплавилась на пузе. Вот дым с головы. Один украинец пригласил своего приятеля отдохнуть в сарай. Отдыхали двое суток, хорошо отдохнули. Один из них поднимает голову. Скажи, пожалуйста, ты умеешь хранить тайны в могилах? Если честно, у меня есть пушка, она настоящая. Что, серьезно? Серьезно не бывает. А ты умеешь хранить тайны? Старая могила. Если честно, у меня есть снаряд. Настоящий. Бронебойно-баллистический. Что травленным кончиком. Что, серьезно? Серьезно не бывает. Так мы же... Болбанем по Пентагону. Гениально. Жди в мене тут. Ушел за снарядом. Пока ходил, этот прорубил бойницу. Сунул пушку. По компасу определил, где Пентагон. То он шел за снарядом. Два раза отткнулся в корове лепешку. Наступил на грабли, дошел. Заряжай. Здесь, товарищ Галмандит. Счастливый снаряд, он не лезет. Там калибр не тот. Он вообще не оттуда. Не получается? Спокойно. Это нормальная военная ситуация. Ты ее руками придержи. Я ее оттуда кувалдой убью. Осторожно пальцы. Вообще ничего не осталось от сарая. В радиусе 500 метров. Куры научились летать вместе с козами. Эти два артиллериста упали за 15 километров от эпицентра взрыва в болото. Сидят с голым торсом по пояс. Один как дельфин. Ни бровей, ни ресниц снесло всю растительницу. У другого цепь расплавилась на пузе. Вот дым с головы. Вот это звездонуло. Да, ты представь, как сейчас звездонуло в Пентагоне. Спасибо. Это я. Пришел. Ой, Вань, пришел с работы. Тепенький. 36. Ну, хорошо, что рано так. Пожалуйста. Садись. Аншлаг идет по телеку. А кто играет в спартак? Не поняла, Вань. Что за бред? А ну, дыхни, пил или нет? Не каплю денег. А пахнет. Это блендами. Смотри, Аншлаг, как он мне нравится. Играет очень хорошо. А там бразильцы зелимеются. Ну, типа, банды или нет, шо? Лукинский негров там бывал. Потом вдруг резко пленял. Бывает, Силь, и так не то пленял. А ну, дай-ка мне подушечку. Глянь на аншлагцы моих. Там главное, Регина. Душечка. Она гуски девшой, Юлина? Гусь или не гусь, мне невдомек. Но у нее порядок строг. Тебе такую бы жену, Вань. Гель, не дай бог. Ой, Винокур, глянь. Размирается. Я откровенно, Вань, скажу. Как только вон появляется. Все, Ваня. Я уже лежу. Смешу, я слышу от тебя. Ты с ним лежишь, а как же я? Успокойся, Вань. Лежу отмех я. Похоже, здесь я перенервничал. Твоятся что-то у тайцы. Так это ж мастера из Питера. А ну, фривы, близнецы. Синь, у армейцев есть пока два одинаковых братка. Они уйдут, твоих возьмут, Синцеско. Ой, Вань, глядишь, что Клара делает. Она играет много лет. Так тренер ей замену сделал бы. Ты что, Вань, есть замены, нет? Незаменимых нет у нас. Ты философствовать оран. Однако водку не меняешь ты на квас. Саща. Да. Глядишь, Вань, вон пара шумная. Рожкова и Маменко, Вань. Мы с ним похожи, оба умные. Но у него друзья не пьяные. Я с ним сказать тебе решил, Что если б я с Рожковой жил, Тогда б не с пьянью, А с нашла моя дружина. О, а это кто? Карина с Геною. Ой, я бы играть не просто их. И что в Карине это ценовано? Ну? Так это два мяча больших. Глядь, сразу к телеку приник. Всё не на то смотреть привык. Ну почему ты, Вань, такой? День, я мужик. Ты мужик. Да, мужик. Ты мужик. Поэтому и люблю футбол. Ой. А что твой футбол, Вань? Нравится. Что твой футбол нравится тебе? Что тебе там нравится, а? Вчера в девятку сходу бил кидов. Но полетел мяч не туда. О. Ага. А я ни разу сильно стопкаю, не промахнулся мимо рта. Зальёшь глаза и на футбол. Там бьют в девятку и прокол. А мой аншлаг в десятку пьёт. И шо? И гол. Гол? Гол. Так это повод. Замастерован шлаг, Зин, я тот поднял. Блин, не один. Замастерован шлаг. Ты? А что такое? Я очень люблю шлаг. Девятка. Девятка. Ваня. Пулей в магазин. Зрёздно, Зин? Ты правда, Зин? Да-да, я быстро в магазин. Вином торгую там грузин. Я миром, Зин. Спасибо. Человек возвращается домой в дым, пьяный. Заходит, жена естественно начинает сразу хлестать по лицу. Будешь пить? Будешь пить? Будешь пить? Ладно. Наливай. Спасибо. Профессор математики стоит у доски, пишет какие-то оравнения. Увлёкся, забыл уже о студентах. Пол доски списал, минут 20. Долго писал так. В это время на задней парте два парня играют в карты. Один кидает какую-то не ту карту, пытается смухревать. И другой ему, ты что, дурак, что ли что, пашки что нет совсем? Профессор, да-да-да, я сейчас всё объясню. Человек жуткого похмелья. Идёт на кухню. Направился прямо к холодильнику. На столе стоит клетка с попугаем. Накрытая каким-то покрывалом. Он покрывало снял с клетки. Пришёл, открыл холодильник. Вытащил бутылку пива. Жадностью выпил. Поставил, закрыл холодильник. Пошёл назад. Опять клетку накрыл покрывалом и ушёл. Голос из клетки. Прекрасно день прошёл, блин. Спасибо. Я автослесарь четвёртого разряда. А дружок мой охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизёр за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизёр-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Стёпа. Дамы уже собрались. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества. Тёщи. Нужно их довести до иступления. Я говорю, ну и как же мне их до иступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала разденьтесь. Ведите себя понаглее. Я потом просто выполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. Фуфайки. В ватных штанах. И сапогах. Овация в зале продолжалась минут пять. Я присмотрелся. Самих тёщ не видно. Только глаза из сумрака горят, как у вурдалаков. Слышу, хозяйка кричит, пора раздеваться. Ну, я фуфаечку снял и кручу на собой, как флюгер. Слышу, тёщи кричат, нам кидай! Ну, я и запустил её в зал. Одна поймала. Её тут же унесли. В карманах были пассатижи, болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Я продолжил. Снял сапог вместе с носком, вис и стоны кричать не надо. У меня аж пятки дюбеля забиваю. Ногтям по крышку с обода снимаю. Когда я, пытаясь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинке. В зале послышались крики «Браво!» и «Громогласно!» и «Ура!» А когда оказался в одних семейных трусах, тёщи аж захрюкали отчасти. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. Да здесь такой успех. Слышу кричать «Танец давай!» Я исполнял танец любви яблочков в присядку. Музыку никто не слышал. Колени хрустели так, будто рота солдат ела сухарики Емеля. Слышу хозяйка сволочь орёт «Белый танец!» Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся, кричу «Назад сам подойду!» И пошёл между столиками развратной походкой, сбивая бёдрами коктейли со столов. Слышу, кто-то сзади обнял меня мёртвой хваткой. Да, я тоже думал руками «Бюстом!» Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле выскользнул, спасибо солидому. Я им до этого обмазаться, чтобы блестеть, как все стриптизёры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягивал резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу, хозяйка орёт «Стёпа, шест!» Смотрю, действительно, шест стоит. Лёгким движением руки я сделал из семейных трусов в стринге. И полез на эту трубу, как электрик на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловатии, ждавший ремонта с прошлого века. Этому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был настолько горячий, что глаза на лоб вылезли даже у американского президента на 100-долларовой купюре, что лежало у меня в трусах. Короче, в больницу я попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечностей. Когда очухался, я понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз с тех пор на дух не переношу. Хотя, когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать все, что хочет от него женщину. Спасибо. Нам тут в подъезд соседка поселилась новая. Женщина молодая. Как-то утром часиков в 12 слышу стук-стук-стук. Стукает кто-то в дверь. Ну, думаю, что у глазок пялится. Надо открывать. Человек полтора часа в дверь долбит. Открываю. Стоит эта соседка. Крупнее, чем в глазке. Все такая... В пеньюаре в женском. Я без пеньюара. В строгой одежде. Белая майка, черные трусы. И носки в крупный горох, мелкую дырку. А она меня смотрит, говорит, у меня утюг сломался. Вы не наладите? Здравствуйте. Я три года как с мужем развелась. А утюг у меня немецкий. Я наладим утюг. Чего мы, дурнее немцев, что ли? Ну, взял инструменты. Стакан сам пошел. Он всегда в инструментах. Пришел к ней. Сел на диван. Делаю утюг. Телевизор не смотрю. Там футбола нет. Там одна эротика идет. А эта соседка на меня смотрит и говорит. Какие сосед у вас руки сильные. Наверное, этими руками вы крепко женщин обнимаете. А я, кстати, пять лет как с мужем развелась. И по руке гладит. У меня промеж локтя щекотно встало. И вдруг у нее от пеньюара пуговица отлетает. И все ее груди зависают у меня, как два арбута над башкой. Ну, я вскочил. Ну, мужик или нет. Сорвал с него пеньюар. Нашел в инструментах иголку с ниткой. И пришил к ее пеньюару пуговицу от своих старых штанов. Она пеньюар одела. Грустно говорит. Так, спасибо вам, сосед, большое. На следующий день, часиков в девять ночи, сижу, играю в домино сам собой. Выигрываю. Слышно так стук. Открываю. Стоит опять эта соседка. Загримирована вся, как клоун. А вместо воротника лисица мертвая висит. Она ее гладит и говорит. У меня в ванной смеситель сломался. Испанский. Вы не наладите? Я говорю, наладим смеситель. Что мы, дурнее испанцев что ли? Она говорит. Тогда я сейчас там все приготовлю и вас позову. Минут через пятнадцать зовет. Захожу я к ней в ванную. А эта соседка, знаете, ведет себя там, как женщина, совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки, говорят. Свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. Вторая серия. Она себе воды в ванную набуровила, лепестков каких-то, цветков накидала и лежит лыбится. У нее смеситель сломан, а она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская олыбилась, когда ей все солдат дали в помощники на все леса. Все радовался, да, не знаю. Я говорю, соседки, вы меня извините, но у вас же стояк многоколенчатый, и наклон лежака на слабый уклон. У вас же приступит вся канализация, забьется. Она говорит, ах, пусть все забьется. Я семь лет как с мужем развелась. Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо. Я говорю, конечно, знаю. Она говорит, тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко, ей-то валяться, мне смеситель делать. Ну, я сижу, делаю смеситель. Она ногу свою из ванной достала и на спину мокрую мне ее взгромоздила. Я думал, может, достать, что хочет сверху. Она нет, лежит, лыбится. Ну, доделал я смеситель. Она мне говорит, может, вы мой спаситель теперь мне спинку потрете? Я 9 лет как с мужем развелась. Мочалка у меня итальянская. Я говорю, можно и потереть, что мы дурнее итальянцев. Ну, долго не тер. Она от мочалки что-то кряхтит, начала стонать, глаза закатывала. Я говорю, все, хватит нафиг мыться, влазь. Раскряхтит. Доставай, что ли, лепестки, да лопух ется. У меня какая-то маленькая, знаете, взрослая женщина ведет себя как ребенок. Протрите меня, говорит, полотенцем, а то у меня слабость. Здоровая лошадь сама себе вытереть не может. Ну, протер я его полотенцем. Вафельным. Да красна. А пока тер, она говорит, какие у вас руки красивые. Ты точно как ветеринарша. Была у нас такая, 16 раз замуж ходили. Мужики сбежали от него, как крысы с корабля. Я сбегал с ней. Невозможно было ни покурить, ни книги почитать. Ну, любила поспать. Одна, видно, боялась. Ну, вернемся к соседке. Она говорит, может, вы по причине моей слабости меня на руках в спальню отнесете? Я говорю, чего? Она на руки мне прыгает и лежит, как руберой. Затаилась вся. Ну, видно, слабая ее протер. Выскользнула одна у меня. Ну, да. Башко я паркет, бац, и спит. Я будил бесполезно. Потом сама проснулась. Пенюар свое дело говорит. Ну что, может быть, мы вместе поужинаем? Я 11 лет как с мужем развелась. У меня коньяк есть французский. Выпейте? Я говорю, можно выпить? Чего мы дурней французов? Ну, по одной буквально выпили. Она подскочила, как блоха. И на колени у меня прыг. Морда наглая и сидит. Она вообще не тяжелая. Не больше сотни. Но я же тоже не дискамейка, правильно? Сидит, дыханием дышит на меня своим астматическим. И ногами шевелит. Ну, я на ее ноги смотрю. Ну, красивые, конечно. Ноги, врать не буду. Ну, начало ног, красивые. Ну, да, шлепалки же у нее где-то. Размер 43. Особенно левая. Ну, я же на глаз без рулетки так прикину. Вдруг она вскочила, делает мне прием самбо. И падает мы прямо к ней в кровать. Она говорит, ну что теперь ты, мой догадливый? Знаешь, что делать надо? Я 27 лет как с мужем развелась. Ну, конечно, знаю. У вас же в кровати две пружины соскочили и висят. Сейчас сделаем. Она вскочила. Вон отсюда, хам, негодяй. Не приходи больше. Да я и сам не пойду к ней. Опасная женщина. А то на колени прыгать, то смесильки делать мешать. Да ну ее в баню. Я вам так скажу. Наша бригада комбайнеров делится ровно на три части. Значит, пьющие, закодированные. Нет. И закодированные дважды. Так вот, из закодированных дважды я намолотил больше всех. И начальство выдало мне три путевки в Таиланд. На меня, на жену и на Лидию Сергеевну. Мою тещу. Теща заявила, что она поедет обязательно, потому что Таиланд – это ее любимая африканская страна. Мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру. Ну, что. Собрали две сумки. Точно поменьше все наши вещи. 15 банок тушенки. 24 пачки макарон. Точно побольше тещин купальник. Приехали в Таиланд. Поселились в гостинице. Поели тушенки с макаронами. И пошли на обед. А после обеда на пляж. Там на пляже отдыхающие катались на надувном банане. Когда мы с женой сели на банан, инструктор сказал, что нужно подождать еще шесть человек для комплекта. Тут к нам присоединилась теща. Банан ушел под воду, тащив за собой катер вместе с инструктором. Акула напала на тещу неожиданно. Укус на спине был такой огромный, что от полученных ранений акула тут же ушла на дно. Потом тещу увлекло зрелище, когда катер тащил за собой парашютист. Ну, раздумывала она недолго. Три тайца в предвкушении шоу накинули на ее могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали «Гоу». Катер поехал, теща начала разгон. Снося на своем пути замки из песка, зонтики и зазевавшуюся публику. Подбежав к воде, теща пожала ноги и пошла над водой набреющим. Потопив при этом два гидроцикла и три катамарана. Когда теща отдалилась от берега, народ на пляже пришел в ужас. Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера. Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок. Теща, видимо, с испугу дала ответный. И стала набирать высоту. Она находилась как раз над танкером, когда стропы парашюта лопнули. От верной гибели танкер ушел на весла. На следующий день мы поехали на сафари. Когда мы проезжали мимо бегемотов, я столбенел. Если бы на них была одежда, я подумал, что приехали тещины родственники. Но шутить по этому поводу не рискну. Где-то на девятом километре мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревом и что-то жевала. Гид сказал, кто не побоится покормить зверюгу колбасой, тот получит шоколадку. И достал из бардачка батон вареной колбасы. Через десять минут тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенечке. Зверюга, как и положено, ела колбасу, а тигр шоколадку. На следующий день мы пошли в тайский ресторан. Там подавали морепродукты. Мы заказали омаров. Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе с чипцами. Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью. Звук был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень. Немец грустно покрутил в руках панцирь омара и понял, что им нас никогда не победить. Хозяин ресторана взял у тещи автограф. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили две монетки на счастье, чтобы вернуться сюда опять. Теща кинула в океан банку тушенки. И я понял, что теперь мы вернемся в Таиланд. По-любому. Следующий. Здравствуйте. Господи. Это врачное агентство? С Новым Годом. Что, название такое? Название другое. Вас с Новым Годом, Господи. Где такое берут? А название? Название простое. Посредний шанс. Это обо мне? Нет, это и не про вас. Это название такое. Ну, давайте о себе. Я потомственный девственник конца прошлого века. Это видно, да. Вижу. Женаты были? Да, вы знаете, семь раз и все удачно. Господи, где же они, эти добровольцы? Ну что, хотите жениться? Да, вот решил. Отлично. Расскажите о вашем первом браке. Я просто думать буду о вас. Первый брак какой был? Хороший был брак. Неделю прожили. Неделю. Это хорошо. Это, в общем, прилично. Неделю. Вот. Жена сразу после свадьбы уехала в командировку. А ко мне вечером сотрудница пришла с работы. Ага. Доделать акт. Ах, шалун. Господи. Ну, сидим, работаем. Так. А жарко было. Шампанское холодное на столе. Сотрудница раздела сидит на коленях у меня. Ну, стулья пластиковые нагреваются, колени прохладнее. Конечно, что же я не пробовала. И вдруг жена, вы знаете. Жена. Тот самый случай, когда жена подкралась незаметно. Ну, пришла, скричала, как можно. Я говорю, что ты кричишь? Да. Сама сказала, когда уезжала, только попробуй. Ничего не получилось, уехала. Вы знаете, я сам микробиолог сам. Ну, это видно, да. Сужусь с микробами, паразитами. Вот, пришел к вам. Некого разнообразия захотелось. Ну, тогда вы, конечно, по адресу. По адресу. У нас огромный выбор. Микробов? Нет, не микробов. У нас все дамы прошли санобработку. Я лично слежу. Отлично. И все свободны, да? Ну, в общем, не все. Одна вот освободилась неделю назад. От мужа? Нет, из-под стражи. Она... Вот ей, пожалуйста. Это до того, а это после. Освободилась в чистую. Вот, пожалуйста. Подписка о невыезде, отпечатки пальцев. Это что, убийца что-то? Какая убийца? Нет, просто три последних мужа. Она лишила мужского достоинства ударом в ноги. Ну, вы знаете, в какое место. Ласковая девчонка, нормально. Думаю, знаю. Нет, не надо. Давайте посмотрим. Мне нужна, может, есть у вас хозяюшка, что-то мама умела приготовить, вкусно покушать. Есть ли, конечно, есть у вас такие? Есть. Очень хорошо. Повар шестого разряда. Вот. Ничего страшного, не смотрите. Это до операции классической. Тут ей всего 82, да, 32. Нет, нормально все. Она отличный повар. Особенно ей удается заливной осетр. Вкусно? Ой, пальчики оближешь. Да, готовит минтай, а всем заливает, что это осет. Понимаете? Нет. Я вижу вас там. Нет, ну вы какой-то привилегливый. В журнале. Вы вообще-то о втором браке расскажите. Женились по любви? Да. Да? Удачно? Нет. Окна во двор. Ну да, конечно. Мне это не подходит. Я не привык. Это, считай, не по расчету, не по любви. Не то не все. Ну расскажите о втором браке. Хотя, чего рассказывать, раз окна во двор. Ну посмотрим еще. Вот смотрите. Образованная женщина у меня есть. Ну класс. Ну 8 дипломов. 8 разных. То есть лауреат Нобеля, да? Нет, ну насчет Шнобеля я не знаю. Вот фотографию не видела. Дипломы есть. Она ими в метро торгует. Сколько бакалавров выпустила. Кембридж отдыхает. Понимаете? Это доктор наука на это. Ну академик. Метрополитена. Вот, смотрите. Ну зубки вставим. Это переднее, это легко вставляется. Инпланты сделаем. Симпатичные. Ну, покрамывает немножко. Ничего, подрихтуем. Не очень, да? Хорошо, давайте дальше. Скажите, а есть у вас, может быть, девушки такие, которые умеют сами заработать себе ножи? Сегодня в наших условиях это очень важно. Ну а чем вы говорите, да есть. Вот из Молдавии. Строитель. Вот. Все время хохочет. Такая хохотушка, хохотушка. Веселенькая. Это что, она работает строителем? Да нет, строит из себя черт знает что. Никогда не выйдет замуж, сволочь. Не платит. Агентство не платит. А фотки ее есть, я еще могу показать. Хорошо. А спортивная невеста у вас имеется? Спортивная у меня вообще гениальная девочка. Очень интересная. Спортсменка, стриптизерша. Разгоняется с шестом. И так прыгает с шестом. И медленно сползает по нему вниз на кроссовках, на шпильках. Девчонка класс. Шварценеггер отдыхает. Вы знаете, у меня, честно говоря, разогнаться-то негде. У меня кабинет совмещен с санузлом и кухней в цокольном подвале. Да, и потолки ниже уровня моря на три метра. Поэтому, если есть возможность, давайте глянем там. Первый раз вижу такого жениха. Что-то у вас там еще я вижу в бочках. Еще есть, вижу, есть. Ну, расскажите, ладно, о третьем браке. Долго прожили? Сутки. А что ж так долго? Знаете, очередная нелепость во время свадьбы. Я немножко... У нас, у мужчин это бывает, перебрал чуть-чуть, но и... В смысле, да? Да, и в самый разгар, в брачную ночь, я уснул. Она будет и говорит, возьми меня. Она так мне сказала, возьми меня. Ну, а вы? Я говорю, спи, мы никуда не едем. Все, ушла сразу. Что, действительно никуда не поехали? Ну, это страшно. Ну, смотрите, вот смотрите, у меня есть встроенная брюнетка. В аварийном состоянии. В смысле? Да нет, ну под снос. Брюнетка? Нет, крущевка под снос, а она вот. Ну, черно-белая фотография, ну, ничего страшного. Хорошенькая девчонка. И, знаете, прямо из ЗАГСа в новую квартиру. Вот так я такой вариант имею, но это золотой вариант. Размер чего стоит один? Ну, у брюнетки, да? Нет, у квартиры. У брюнетки за плечами два языка. Она полиглот. Что, мутант? Еще, может быть, третий. Вы знаете, я боюсь брюнеток с тремя языками. Все. Все, есть блондинка. Говорит на сурдопереводе. Ну, и что, плохо разговаривает? Нет, ничего не слышит. Зато телезвезда. Ага, по рейтингу, да? Нет, по возрасту. Вот, родилась в один год с телевидением. Хорошенькая. С телевидением в один год. С светлым? Нет, в черно-белом. Да, музей платит ей пенсию. Ага, то есть она работает экскурсоводом. Нет, нет, она экспонат. Не подходит? Не сегодня. Давайте посмотрим еще. Ну, что, девчонка, в общем-то, в соку. А вот, слушайте, а расскажите о вашем четвертом браке. Долго прожили? Сутки. Ну что, зато стабильно. У вас все время как-то суточные женитьбы. Да. А что случилось? Ну, знаете, очередное невезение, вы знаете, была свадьба. Пришла моя маленькая дочка, Анечка, три года, от девятого брака. Ага. Посывала, веселилась. Кто-то говорит, Анечка, расскажи нам веселую историю. Так. Она встала на стульчик и говорит, я беременна. С этим ребенком. И говорит, а при чем тут веселая история? Она говорит, я сегодня слышала с утра, как мамина подруга, тетя Зина, сказала папе, я беременна. Папа сказал, веселая история. Ну, а дальше уже. Да, не везет. Нет, ну у меня есть еще золотой запас. Давайте, может быть, что-нибудь для души, если есть у вас подобные. Для души? Да. Только для вас. Запомните, я плачу, когда это делаю, потому что это родное. Люся. Спасибо вам. Люся душевный человек. Мужика понимает, как никто. Правда? Конечно. Она раньше была Витей. А теперь? А теперь на расхват. У нее тело женщины, а привычки мужчины. Весь вечер она с вами пьет, курит, матерится. Утром мегера. Почему? Потому выясняет, с кем вчера пил, курил и матерился. Спасибо, я пойду. Не, подождите, я вам фотку не показала. Ну, это можно растительность убрать. Борода, усики. Это даже сексуально. Он такая девчонка классная. Просто все влюбляются. В следующий раз зайду я. Куда в следующий раз? Сюда. У меня там еще есть список. Я еще хочу зайти в пороге. Нет, ну тогда... Не, у вас понравилось, но я пока еще... Я-то вас понимаю, вы поймите. Сейчас же кризис. Тогда последний шанс. Кто же это? Я. От меня холостым. Еще никто не уходил. Стой, негодяй. Стой, сволочь. Я потом. Я догоню тебя.